Когнитивные искажения, предвзятость, подтверждение. Звучит сложновато, но на самом деле каждый из нас эту ошибку совершает, потому что мы хотим слышать то, что соответствует нашим представлениям о прекрасном. Мы хотим слышать подтверждение своей правоты. Вообще желание быть правым – это в социальных сообществах такая суперважная вещь. Почему, когда люди ссорятся, они все время скажут последнее слово для того, чтобы быть уверенным, что его правота восторжествовала. Поэтому, когда мы слышим тезисы, которые поддерживают нашу точку зрения, которые соответствуют нашему уму настрою, мы говорим, что это правильно все очень. А когда мы видим или слышим тезисы, которые против нашей точки зрения, мы говорим, что это несущественно, неважно, но мало ли что бывает, это исключение и так далее. В результате вот этой тенденциозности мы просто подтверждаем свою правоту, но не понимаем ситуацию лучше. Если нас устраивает наша точка зрения, то, как мы живем, и что из этого вытекает, ну, может быть, и слава богу. Но если в вашей жизни что-то идет не совсем так, как бы вам того хотелось, то, возможно, имеет смысл послушать эти другие тезисы и намеренно стать вот таким адвокатом дьявола, который будет говорить, так, ну, а если это все-таки правда, вот этот вот тезис, который мне не нравится, как бы это могло быть, как бы это повлияло на мою жизнь, как бы я по-другому про это думал. И если вы такую работу над собой проведете, я уверен, что многие жизненные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, могут быть решены, потому что у вас получатся новые ходы, новые стратегии, которые вы сможете реализовать. Кто сталкивался с таким когнитивным искажением, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, и что вас больше всего раздражает в человеке, который страдает предвзятостью подтверждения.